приветствую охотников за трофеями добро пожаловать на канал fan games сегодняшнюю серию я начинаю в мастерской макдафа потому что хочу кое-что тут поинфьюзить да поулучшать так во первых усиливаем оружие так мне необходимо усилить и мой посох наконец-таки на плюс 5 и теперь я еще хочу получать арбалет так где-то я пропустил его вот у нас есть тяжелый арбалет плюс 3 я буду затачивать на максимум поскольку ловкости нет чтобы пользоваться луком буду пользоваться арбалетом окей арбалет на плюс 10 но это еще не все теперь закаливаем оружие находим наш посох и за инфьюзим его в магию что увеличит ему еще почти на 30 магический урон и тогда урон будет просто великолепный так ну и все собственно сейчас быстренько в маммаджулу подкачаем уровень и двинемся дальше так где там наша вестница изумрудная она еще сколок точно точно был такой шикарно в уровень так ученость до 40 получаем еще одну ячейку заклинаний шикарно что мне еще нужно будет пожалуй начну потихоньку прокачивать силу это пригодится хотя бы до 30 нужно будет ее довести так окей и отправляемся собственно в храм аманы на первый открытый костер эта локация мне запомнилась почему-то очень сильно еще после самого первого прохождения на тот момент она мне напоминала какую-то атмосферу блатборна что ли немножечко а теперь когда я уже поиграл в dark souls 1 я понимаю что это ссылочка на локацию которая как она там озеро залы по моему называлась до с гидрой а эти чуваки кстати весьма жесткие и здесь будет много и именно из-за них эта локация будет весьма весьма непростой так здесь этот предмет мы обрубаем и подберем его снизу так у нас сам противники которые мы будем разбираться заклинанием заклинаниями вообще плюс этой локации конечно то что в ней довольно таки много костров много чекпоинтов так сказать можно всегда передохнуть восполнить заклинание так чувак иди сюда не деляется да не тот ну хорошо этих ребят кстати неплохо пармится мерцающий титанит так сначала сюда пойдем заберем тот самый предмет о котором я говорил о мерцалочка и огненная бабочка круто думаю что после зачистки этой локации можно будет даже немножечко под прокачать броню потому что уже будет наверное приличное количество мерцающего титанита в этой части локации если вы тоже играете за колдуна у вас проблем возникнуть не должно в принципе ничего сложного а вот перед концом локации будет одно проблемное место но я вам расскажу и покажу что это где это так окей кстати будьте предельно осторожны в этой локации потому что здесь дно оно может очень быстро закончится вот не знаю видно вам или нет но прямо вот если смотреться видно что заканчивается граница земли и дальше пропасть и таких мест здесь очень много здесь очень много где можно упасть и собственно умереть сразу же поэтому будьте максимально осторожны в лучше всегда смотреть себе вниз под ноги зато будете спокойны и выживете так сначала заходим в этом здании вправо и выносим вот эту вот урну чтоб она не прокляла новая вода отлично там еще кажется противник до внизу точно все окей больше ничего грим с этой барышней одна такая мельфонита была заперта в клетке в прошлой коллокации в замке дранглик мы будем спрятать здесь мы не знаем ничего из мира и почему мы должны быть вы искать king vendры но что это как мы не знаем ничего из мира потому что мы никогда не выйдем здесь когда мы спрятать маленькие они маленькие они дают комфорт это Окей, все Больше она нам ничего не даст И интересного не расскажет Так что топаем вперед Здесь, кстати, возможно Все-таки пригодится Бинокль Также здесь буду использовать арбалет Активно в некоторых местах Но бинокль тоже лишним не будет Хочу просто пробовать Кого-нибудь из них согреть Потому что если они все втроем прибегут Будет так себе Ну, типа я попал Но, видимо, из-за того, что слишком далеко Не получилось Ладно Давай начнем потихонечку С тех, кто в воде О, один согрелся Хорошо Здесь главное их не нагреть очень много Потому что Дамаг у них очень приличный Ну вот Вы можете видеть Что это так и есть Вот Мерцалочка с него упала Шикарно Лучше похилиться На всякий случай И, кстати Здесь я, пожалуй, для этой локации Даже, наверное Надену Колечко Другое Вместо этого Я надену кольцо С защитой от мага Потому что здесь Будет много Магов стреляющих Соответственно Заклинаниями Стреляющих Так, опачки Согрелись оба О, нет Нет, 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 нет Лучше отступить Лучше отступить Не знаю Насколько далеко Не будет бежать Кстати говоря Ой 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 Дело, конечно Лучше было бы Открыть сразу Но А, все Отступаю, да? Нет, смотрите Бегут Сидеть Ну, все Теперь уже точно Отступают В общем С этими ребятками Здесь будут Проблемы Это еще не самое Проблемное место На самом деле В этой локации Здесь хотя бы Есть куда сбежать Можете заметить Что когда Мельфониты Снова начинают Петь Вокруг этих Мобов Начинают эти вот Светлячки Маленькие Крутиться Они как бы Успокаиваются И их можно Спокойно убивать Ну, собственно Именно об этом Мельфонита И рассказывала Если вы Читали ее диалог Сейчас А, блин Там что-то Дропнулось С того чувака Если это Мерцалочка Не хотелось бы Конечно пропустить Так что я вернусь Пожалуй Хотя с них Еще падают Части их сета Старый луч Чистый самоцвет Ну, ладно Пусть будет так Как-то здесь Мне кажется Очень замедлен Начинает Появляться Лут Я убил Убил того чувака Осмотрелся Ничего не было Сейчас подбегаю И что-то вот с него Вот Типа Вывалилось Очень странно Очень странно Так Здесь Можно пройти Или нет Нет Здесь дальше обрыв Так что Будьте осторожны Туда не ходите Так Ну Первую часть Мы преодолели Привет Еще мерцалочка Шикардос И в принципе Его много Так валяется Да и Дропается Он Круто Так Следующая часть Уже Посерьезней Весьма И весьма Посерьезней Но сперва Посидим На костре Вот Можно уже Слышать Этих Магов Которые Стреляют Заклинаниями Именно ради Них Я колечко И надел Ой Не увидел его Думал он дальше Так У меня есть Примерный План Как эту Локацию Зачищать Конечно Вы можете Ему следовать Можете Ему Не следовать Особенно Если вы Играете За Другой Класс Заклинаниями можно примерно в последний момент немножечко в сторону влево или вправо нажимать. И эти снаряды, хоть они самонаводящиеся, они по вам не попадут. Ну, естественно, без колечка дамаг бы проходил гораздо серьезнее. Э-э-э. Не долет, точнее. Не долет, а перелет. Е-е простая. Так, сейчас еще я грибу. Кривоватенько получилось все это сделать. Так, здесь мне пригодится арбалет. Не зря же я его прокачивал. Так, у нас стоят там обычные болты и огненные. Окей. Попробуем сначала обычными. Сколько дамага будет проходить. Ну, в принципе, на три выстрела. Я думаю, что огненный примерно он вот так же и отнимает. Но проблема, что арбалет очень тяжелый. Прямо так вот на постоянку с ним побегать не получится. Потому что придется здесь его ставить и убирать несколько раз. Так, давайте сразу заглянем в эту вот часть локации. Здесь есть механизм с дверью фарса. Использовать его не обязательно. Для платья на это не нужно. Но там валяется очень прикольное оружие. Алибарда. Эта Алибарда, она весьма как бы такая, знаете, занимательная. Сейчас я ей покажу, что она себя представляет. Давайте выйдем сюда. Давайте глянем сразу по характеристикам. 20 ловкости. Нужно искелиться она от ловкости. Так что, если вы играете за ловкий класс, может быть даже вполне прикольно. Прикол этой Алибарды в том, что она, во-первых, среди всех Алибард требует меньше всего выносливости за каждый урон. За каждый удар. А вторых, смотрите, при усиленной атаке как бы из нее выдвигается еще лезвие, которое наносит очень много урона. В принципе, очень многие даже в ПВП с этой Алибардой гоняют. Так что, можете попробовать. Мне она, естественно, не нужна. Это так, чисто для вас показываю. Ой, что-то я опять засмотрелся-то, а? С Алибардой. Так, кто у нас следующий? Привет. Отлично. Без потери, так сказать. С ним разобрались. Очень много мягких-то чуваков под водой, блин. Я про них забываю даже. Что там? Фигурка. Ладно. Окей. Там уже парень сдалека стреляет, но мы сейчас его будем побивать с другой стороны. Туда вперед идти не надо. Там, во-первых, очень серьезный моб, а вторая дверь, которая сейчас не открывается. Она откроется только, когда мы убьем Вендрика, а это будет еще не скоро. Ой, как не скоро. Так, согрелся. Блин, слишком близко я подошел, к сожалению. Нужно подойти на такое расстояние, чтобы можно было достреливать до этого чувака с арбалета, а он при этом нас не видел. Ладно, давайте пока с другую сторону сбегаю. Там уже другой волшебник с той стороны. Наверное, примерно так. Снова арбалет. Может быть, это немножечко долговато, но зато так относительно безопасно. все убираем. Все убираем, бежим вперед. Будет сейчас еще один моб слева в воде где-то здесь. Вот он. Сначала выносим того, кто справа. Урна святой воды. Ладно. открываем дверь. Это нам пригодится. Идем агрить этого чувачка. Убивать мы будем его изи отсюда. выделяйся же ты уже. Шикарно. Теперь ты. Так, ну и теперь идем очень аккуратно и смотрим себе под ноги постоянно, чтобы не свалиться в пропасть. Потому что вот она уже очень-очень здесь рядом. ну вообще и промазал. Не кайфово. и держимся левой части, чтобы чувак справа не сагрился. Я просто бежу. сагрился. Черт. Ничьи отталкивают всеми заклинаниями мерзкими. Время похилиться. Лучше даже эстусом. Все. До свидания. Окей. Зачем мы сюда пришли? Во-первых, осколок фляжки с эстусом. Во-вторых, заклинание, которое валяется в этом сундуке. Клинок света. Окей. Чудо. Так, осторожно, осторожно. Не забываем смотреть под ноги. Так. Так. отлично. Отлично. Топаем дальше. А может, реально призвать этого чувака и чтоб он помог локацию зачистить? Хм. Ладно. Призову его перед самым жестким местом. Кстати, кто там, Даже не смотрел. Шмидт? Окей. Сойдет. Капец, он и выйдет атаки. Вау! Вот это... Это было жестко. Очень. жестко. Я даже свое хп не вижу. Объявляю конкурс. Кто сможет найти мое хп, тот получит, не знаю, пятюню от меня. Капец. Вот. Вот в чем сложность для меня этой локации. Чуваки здесь, конечно, такие прям брутальные, брутальные. Здесь тоже очень много где можно свалиться, так что будьте предельно осторожны и внимательны. так, бей снова, на помощь придет арбалет. пробую вот раз шмальнуть огненной стрелой. Были какая-нибудь разница, не знаю. я прям в лицо получил. Отлично. Так, пока что снимем на всякий случай. держитесь примерно правой стороны. Здесь то, что слева там чуваки под водой сидят, чтобы их не сагрить раньше времени. Сзади уже шмаляют. Ничего страшного. С кем справимся. Теперь этих пацанов разбираем, чтобы они не мешались. игорь себе как и не издалека там стреляют. Обалдеть. По-моему, еще один сидит. Вот тут вот. Ага. Так. Тут обрыв по-моему сейчас будет, да? Не вижу пока что. Вроде бы здесь никаких хитомов нет. Не знаю зачем сюда иду. там чувак этот сидит. И еще один. А, да, я, кстати, я, кстати, про одну штукенцию забыл. Или нет? Или она не здесь? По-моему, здесь. Ладно, сейчас посмотрим. Да. Ну, все равно сейчас я буду возвращаться и все соберу. Все, что хотел. так, ну, сначала сюда. Отваливаем назад до второй колонны. и он дальше просто не пойдет. Будет отступать. Будем его разбамбливать издалека. щекарно. Так, что-то с него дропнулось. Душа сойдет. кольцо жизни плюс два и платье. Я кольцами жизни не пользуюсь, что для меня в нем, в принципе, нет необходимости какой-то. Так, возвращаемся потихоньку назад. Не забываем смотреть себе под ноги, как всегда. Ай, да, здесь забраться нельзя. Точно, точно. Так, сейчас пойдем собирать сундук от выхода. Ну, вот, примерно вперед, но можно чуть-чуть правее взять, попробовать. Нужно будет дойти до обрыва. Что, смотрите себе, под ноги, как всегда. Ну, это такой примерный ориентир, там просто еще справа находятся урны отравляющие, чтобы они не отравили, проще идти именно так. Так, все, до обрыва я добрался и, вау, чуть-чуть не упал, идем вдоль обрыва. Какое-то сообщение, серьезно? Сундук впереди на осторожном дыра, но это мы знаем. Эпирически тыкаю на кнопку R3, чтобы выделять противника, в которых я не вижу. Огненная буря, окей. Вот там вот примерно по-моему находятся эти злосчастные урны, будем их обходить. Ну что, не знаю, давайте попробуем в принципе призвать NPC, может быть он и поможет чем-то в этой части локации. Посмотрим, я не пробовал этого делать. Хорошо, он лучник, это наверное плюс, может издалека в принципе отстреливать всех этих уродов. Единственное, что он на определенное количество времени призывается, что успеть бы все сделать, что необходимо. Так, что? Ну вот, здрасте. Смотрел себе внимательно под ноги. Молодец. Вообще не понимаю, как я упал, но ничего страшного, зато немножечко пофармил душ, да и мерцающего титанита тоже. Так, дубль два, только теперь давайте как-нибудь аккуратнее пробуем это все сделать. там еще какой-то итем горит. Так, этих слева наверное трогать уже пожалуй я не буду. Быть сразу вот наверное пойдем уже на тех, эти вряд ли сагрятся. Так, арбалет. Конечно же арбалет. Ты пригодишься чтобы агрить чуваков. а где там этот господин застрял ну офигеть. Так, о, это было еще там заклянили, да, вон там души летели чтобы подпитать меня. Так, ну нафиг. Охотник, охотник, иди сюда. Помогай мне сражаться, помогай. Что здесь происходит? Серьезно, он тут не может какого-то моба разолбать, ну офигеть. А, да, так себе охотник, что-то я смотрю. А, ну да, арбалет стоит, я же не убирал его. Ну это вот сложное сейчас будет место, сейчас два чувака будут сюда прям бежать. Нужно как-нибудь постараться очень аккуратненько это все сделать. Может, умрет, 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 умрет? Понятно. Снимаем арбалет на всякий случай, чтобы не грести лишнего. Так, чувак, сзади, сзади, сзади. М-да, мне кажется, я сам бы даже получше справился с этим охотником. Кого-то агрит все, ладно, пофигу. Идем дальше, наконец-таки. Так А, точно, он там стоит, парень Он сейчас его убьет, кстати Не, ну, в принципе, да, есть от него польза хоть какая-то Так, эти чуваки хилятся, понятно Так, куда прицел сбросился? Так, что у нас за здесь? Здесь у нас ничего, только наверху предмет Окей Так, охотник-одиночка, ну ты, в принципе, можешь уже исчезать Ты мне особо уже и не нужен Красивый череп, понятно В принципе, сейчас уже будет следующий костер Я тут уже справлюсь Так, аккуратненько обходим Здесь можно собрать один предмет За вторым не идите Оно собирается с другой стороны А тут дальше пропасть А, он уже чернеет, уже почти исчез, в принципе Все Оу Жив еще Так, сейчас еще одного здесь загрем И на костер Этого чувака будем призывать, чтобы помочь зачистить следующую локацию В принципе, может быть, он даже доживет до босса Может быть, не доживет Но он мне больше нужен не столько на боссе, сколько на зачистке локации Сначала только кого смогу сам раскидаю Снова арбалет Сейчас пока что будем пользоваться арбалетом активно Нужно будет поубивать всех, кого сможем отсюда Чтоб потом было проще Сначала вон чувака справа, который уже, в принципе, по нам метит активно Ладно, немножко поигнорирую урон от него Чтоб не кувыркаться лишний раз Все, уехал Так, теперь Смотрите Нужно убрать вон того чувака Дальнего, который маг Потому что он будет хилить Как-то попытаться его С парочки выстрелов аккуратно забрать Или там с трех выстрелов Есть Получилось Это хорошо И ребятки сейчас будут отступать И защищаться Что их пока что игнорим Сейчас бегаем за предметом Кто-то здесь был за углом Этого парня тоже заберем Чтобы не мешался А, понятно Он сам выпилился Так даже к лучшему И вон того чувака слева Сейчас заберем тоже Из арбалета И пойдем уже В рукопашную, так сказать Ну, не в рукопашную Магия, разумеется Ну, может быть и в рукопашную Немножко Все Теперь Настало время призывать Нашего друга На помощь И снимать арбалет уже Фелиция Ну, не друга А подругу Значит, ладно Так и быть Фелиция Храбрая Фелиция Мудрая Фелиция Прекрасная А, вон еще Парень вдалеке Блин Рано снял арбалет Его бы тоже забрать А то он мешаться будет А, понятно Фелиция уже Пойдет Расправляться Ладно Сейчас мы его тут Аккуратненько Подснимем Так Карабалет Тоже снимем Опа, очки Здрасте Ты что тут сделаешь Мне блочат атаки Неприятненько Это, конечно Так, есть Фелиция даже В принципе Пока что живет Так, ну все Собираем лут В части сета Там Кот она пошла Долбить Она там Она сама Разберется Думаю Мерцалочка Круто Так А вообще Я не могу Уделить никого Прикольно Един уже мертв Ладно Окей Так Все Смотрим Под ноги Не хочу Еще раз Валиться А, вот это Жив Аккуратно Обходим Слева Так Нет Нет Фелиция Отступаем Пожалуйста Прошу тебя Сама И что же Не свались И еще Мерцающий Окей Погнали Дальше У нас Вторжение Будет Точнее Уже Происходит Отлично Так Лута Больше Родникова Нет Что Фелиция Даже До босса Дожила Ну Офигеть Все Здесь Вроде Больше Никто Не Помешается Нам Ну Погнали Бить Босса Значит Так Не Убивайте Эту Пожалуйста Барышню Она Пригодится Чтобы Попасть В одну Локацию А вот И Босс Все Теперь Он Блочит Атаки Когда Лицо Внутри Мы Ничего Сделать Не Можем Так Схватил Фелицию Да Окей Поздновато В принципе На Фелиции Мне кажется Здесь даже Больше Не мешаться Будет Такое Ощущение А Она Сейчас Наверное Мимолет В принципе Пофигу Так Главное Главное Быть На Одной Стороне С ними Зачем Ты Лял Еще Раз Ее Просто Нажал Уже Отбежать Так Ну все Теперь Просто Ходим Вокруг Этого Босса В любую Сторону Вправо Или Влево И ждем Пока Он Сделает Атаку И Откроет Свою Личко Да Не спрогнозировал Я эту Атаку Пардон Да Лучше Сюда Бить После Сделать Атаку Это Самый Безопасный Вариант Так Атаку Босса Не Сложный Но Атаки У него Очень Много Отнимают Урона Здоровье Точнее Очень Много Наносит Урона Не Отнимают Урона Что я Говорю И все Еще Еще Один Выстрел Остался По нему Готов Ну Камон Блин Обожаю Стрелять Поверх Плеща Какого Ни Противника Это Так Кайфово Все Есть Так Заглянем Сначала Сюда Направо Сразу Говорю Это Тоже Абсолютно Необязательная Часть Локации Для Платина Это Не Нужно Хотите Делать Как Тенец Привет Привет Я Я Это Делаю Для Того Чтобы Показать Еще Одно Оружие Там Тоже Будет Катана Прикольная Для Ловкого Класса Прикольно Она Тем Что Она Очень Неплохо Стакает Яд Ее Еще Можно На Яд Заточить Так Ну Чтобы Потом Лишний раз Не убивать Противников Я Сначала Сбегаю Да Сначала Сбегаю Вниз Потом Сюда Вернусь Иду Расскажу Что И для Чего Я Это Делаю Так Вот Так Внутки Ничего Сразу Спускаемся Вниз Господи Как же Долго Дожигаем Костер Привет Старый Друг Новая Другая Другая Господи Почему Коя ioni Эта Эта Другая адельfs Ид 싶 Давай Другая 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 Отлич нажимаем да хотя по-моему здесь без разницы что вы нажмете это никак не влияет на дальнейшее прохождение такс ну и теперь что вернемся на тот костер наверно хромоманы 4 костер холм мертвых окей пойдем в следующую локацию она здесь очень маленькая там мы соберем собственно один предмет о котором я уже говорил оружие есть такой прикол что здесь дверь заперта а попасть вы туда сможете только если вы будете полым поэтому здесь нужно самоубийца кстати не единственное место в игре где нужно быть полом чтобы пройти дальше или повзаимодействовать с каким-то нпс вскоре будет еще одно такое место наверное через одну серию может даже следующий так ну все теперь мы открываем эти врата а да забыл про тех чуваков так и сейчас у нас будет мое любимое слово на любимое выражение противный противник и таких здесь будет не один на целых три некромантом все его про противность заключается в том что он блин отбегает и в таргет его никак не взять пока я попал лучше долбить его не останавливаясь смысле не попала славит ловил его таргете все нормально как-то даже полегче пошло чем я думал так здесь нас еще одна барышня мальчик 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 еще немножко с ней поговорим и нечто каменевшие окей хорошо спускаемся вниз потихонечку не будет еще один сейчас такой же чувак вон принципе его уже видно отсюда сразу берем его в оборот ладно ладно долбанул страшно угли на и семя кей так сильнемся и сейчас будет последний некромант здесь ой сам подойдет я думаю почему скалник некромант некромат а пиромант все отлично остались после него еще взрывчики аккуратно будете здесь тоже очень мало пространства по которому можно двигаться уголь вражды с этой стороны с этой стороны уничтожитель та самая катана которая говорил отравляет противников ядом и затащить на яд можно там буквально с нескольких ударов стакать яд на боссов которые к нему уязвимы вот и точно так же как и с копьем который мы тоже нашли в этой серии у кота на этой меньше всего требуется выносливости на один удар так ну и все ребят окей на этом серии давайте закончим как всегда большое спасибо за просмотр не давайте поставить лайк это очень сильно поможет моему каналу но и до встречи и и и и и и и и